МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разработанный три десятилетия назад МиГ-29 открыл новую эру в развитии легких истребителей. Его конструкция настолько обогнала свое время, что стала перспективной для перехода самолета в следующее поколение. До сих пор 29-й остается выдающимся самолетом для ведения воздушного боя. Рассказ об этом в фильме Оружие. Основную конкуренцию МиГ-29 на международном рынке составляют американский F-16 и французский Мираж-2000. F-16 Fighting Falcon. Многоцелевой истребитель, разработанный фирмой General Dynamics. Составляет основу ВВС США. Состоит на вооружении военно-воздушных сил еще 23 стран. Самый распространенный из зарубежных реактивных истребителей четвертого поколения. Имеет стрелково-пушечное, бомбовое и ракетное вооружение. Построено более 4 тысяч машин различных модификаций. Мираж-2000. Многоцелевой истребитель, разработанный фирмой DASO. Основной боевой самолет ВВС Франции. Состоит на вооружении ВВС некоторых стран Азии, Европы и Латинской Америки. Имеет стрелково-пушечное, бомбовое и ракетное вооружение. Построено более 400 машин. Микояновский истребитель на первых порах серьезно уступал конкурентам в авионике. Имел меньшую дальность полета. Двигатель 29-го обладал небольшим в сравнении с «Миражом» и «Ф-16» ресурсом. Однако в ходе проведенной глубокой модернизации эти отставания ликвидированы. Первые экземпляры самолета, те, которые поступали в строй, имели ресурс 2000 часов, 2500 часов и 20 лет. То сейчас мы уже довели самолет МиГ-29, вот самолет СМТ, мы довели до 4000 часов и 40 лет. Сейчас мы проводим работу по увеличению срока службы самолета до 6000 часов. И фактически он не будет иметь срока календарного, по ограничению календарного срока. Модернизация конструкции, оборудования и вооружения привели в итоге к появлению фактически нового самолета. Многоцелевого истребителя, по праву относящегося к новому поколению, называемому «4+.». Превращение удачных машин четвертого поколения в многоцелевые истребители поколения «4+,» является характерной чертой современной авиационной моды. Уникальной особенностью МиГ-29 является возможность взлета с боевой нагрузкой на одном двигателе с включением второго двигателя уже в воздухе. Это позволяет сэкономить драгоценное время при взлете по тревоге. Замена двигателя достаточно проста и занимает сравнительно немного времени. Около часа с учетом проверки его работы после установки. Что касается маневренных характеристик истребителя во всем диапазоне высот и скоростей, конструкции планера, высокой тяго-вооруженности и системе ближнего боя, по этим показателям МиГ-29 сегодня равных нет. «Стриж», так назвали эту машину летчики, демонстрирует ускоренный разгон, высокую скороподъемность, малые радиусы виражей, большие угловые скорости разворота, имеет возможность длительно маневрировать с большими перегрузками. Самолет может эффективно вести активный маневренный бой с применением пушки, всеракурсный ракетный бой на ближних и средних дистанциях, выполнять перехват ударных и разведывательных самолетов, в том числе низколетящих на фоне Земли. МиГ-29 стал одним из самых удачных экспортных проектов ОКБ «Микояна». Сегодня этот легкий истребитель состоит на вооружении ВВС более чем двух десятков стран. Боевое применение МиГ-29 началось за пределами границ Советского Союза. В 1991 году, во время войны в Персидском заливе, военно-воздушные силы Ирака использовали свои самые современные боевые машины. Среди них было и четыре десятка футболков. В условиях подавляющего превосходства коалиционных войск на земле и в воздухе, главной задачей иракских летчиков стало сохранение своих боевых машин. По иракским данным, пилоты МиГ-29 одержали одну воздушную победу, сбив британский торнадо. По данным командования войск антииракской коалиции, этот самолет пропал во время ночного вылета, и причина его потери не была официально установлена. Во время бомбардировок авиации НАТО Югославии в 1999 году несколько сербских пилотов, воевавших на МиГ-29, заявили о фактах побед над самолетами противника, в том числе и о сбитых американских невидимках F-117 «Найтхолл». Собственные потери оказались значительными. Всего было потеряно 11 МиГ-29, из которых 6 сбито в воздушных боях, и 5 списано по разным причинам, в основном уничтожены на земле. Пресс-служба Североатлантического альянса в то же время заявила об уничтожении всей авиации противника, в том числе тех самолетов, которых у Белгорода не было. Проверить информацию, распространенную противоборствующими сторонами, не представляется возможным. Однако уже после окончания боевых действий состоялся воздушный парад на столице Югославии. В нем приняло участие 70% истребителей, состоявших на вооружении югославских ВВС до начала войны. В начале 80-х МиГ-29 поступили на вооружение 2-й эскадрильи 234-го гвардейского истребительного авиаполка. Позднее на ее базе по инициативе командующего фронтовой авиации и Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Антошкина была собрана группа опытных летчиков для демонстрации в небе фигур высшего пилотажа и возможностей современных боевых самолетов. Название пилотажной группе «Стрижи» также дал командующий. Впервые шестерка «Стрижей» поднялась в небо 6 мая 1991 года. Показательные выступления на МиГ-29 мастеров-пилотажников группы «Стрижи» производят незабываемое впечатление. Зрелищность таких полетов связана прежде всего с высокой маневренностью самолета, которая закладывалась с самого начала его проектирования. Посмотреть на любые выступления, где участвует наша группа и по высказанию даже публики там и всего это красивый маневренный самолет, поэтому на нем он один из тех, которые подходят больше всего в группе, хотя он и относится к боевым самолетам. Летаем на фронтовых истребителях, это легкий истребитель, аналог F-16, то есть был сделан противовес в свое время F-16, но превосходит по своим маневренным характеристикам. После распада организации Варшавского договора на вооружении ВВС Объединенной Германии осталось около сотни фронтовых истребителей МиГ-29. Военные из НАТО получили возможность подробно изучить эти самолеты. На немецкой авиабазе Манхинг были проведены сравнительные учебные бои 29-х МиГов с американскими истребителями F-16. Эксперты Бундес-Люфтваффе пришли к следующим выводам. По совокупности боевых качеств и в первую очередь по пилотажным характеристикам МиГ-29 превосходит свой западный аналог. Этот вывод подтвердили и учебные воздушные бои в небе ЮАР, которые МиГи выиграли. Ближний бой все равно мы выиграем. Почему? Потому что у нас по маневренным характеристикам наш самолет превосходит. Наши группы это группы ВВС прежде всего. Это боевые самолеты, которые выполняют помимо своей основной задачи, еще задачи на технику пилотирования и выполнение демонстрационных полетов. Наше основное предназначение, это выполнение по своему назначению, это завоевание господства в воздухе. Мечта любого пилота. Так отозвался о 29-м летчик германских Люфтваффе, на вооружение которых перешли 24 самолета этого типа, поставленных ранее восточной Германии. Вся деятельность и полеты самолета в составе Бундесвера, они подтвердили высокую боевую готовность самолета МиГ-29. Он ведь стоял на протяжении с 95-го по 2004 год на боевом дежурстве в ФРГ. Он стоял на боевом дежурстве. Это о многом говорит. И летчики, которые расстались в 2004 году с самолетом МиГ-29, которые перешли в Польшу, с большим сожалению, эти летчики немецкие говорили мне, что они потеряли большого друга. За годы существования ОКБ «Микояна» Здесь было разработано 450 проектов самолетов. 14 семейств истребителей запущены в серийное производство. На МиГах установлен 91 мировой рекорд. На вооружении 65 стран мира состоят самолеты Микояна Ягуревича. По уровню внедрения передовых технологий они опережают всех своих конкурентов. Это значит, что истребители с гордым названием МиГ по-прежнему будут самыми массовыми боевыми машинами 21 века. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok